Я представитель Совета Союза виноградов и виноделов России. Мы почти два года добивались, отстаивали, двигали вперёд те законодательные изменения, которые привели бы к облегчению регулирования для тех виноделов, которые делают своё вино из российского винограда. И, наконец, это случилось. Мы очень благодарны и правительству, и всем, принимавшим участие в совещании, и вице-премьером Хлопойну и Дворковичу, которые тоже поддержали все эти наши инициативы. И, в принципе, сегодня мы уже те изменения в 171 закон, а также ряд других законов, то, что касается и закона рекламы, и ряд других законов, которые необходимо изменить для того, чтобы в нашей стране по-настоящему, по, так скажем, цивилизованно, по тем путям, по которым развивалась виноделие в других странах, сегодня гордящихся своим виноделиям, начнёт развиваться виноделие в нас. Мы уже даже сегодня, хотя это ещё не бизнес по-настоящему, уже имеем достижения, которые, в общем, другим странам уже стремились многие-многие годы. Основное, что мы хотели, что мы сделали, мы в конечном итоге отделили выращивание и производство винограда от производства вина. То, что, в общем-то, для всех виноградарей и людей, которые близки к этой тематике, абсолютно понятно и ясно, что принято во всём мире. Какие есть новации в данном законе? То есть это новая терминология, это разделение производства винограда и оборота вина, это лицензионные требования. Очень важный момент, который, наверное, являлся тоже таким краеугольным камнем, потому что регулятор очень долго с этим не соглашался, это возможность работы саморегулируемой организации винодельческой именно в этой отрасли. Что все требования данного закона, все эти инновации, они будут распространяться только на новые предприятия. То есть вот то, что те предприятия, которые сейчас уже в этой сфере работают, естественно, они будут в соответствии с законом, если они будут попадать под это действие, то это в основном будет касаться сейчас предприятий Крыма, потому что есть некое несоответствие сегодняшней законодательной базы Российской Федерации с тем, что есть в Крыму. Сегодня практически всё оборудование предприятий Крыма находится в аренде, поэтому сегодня, производя вино из собственного винограда, они автоматически с 1 января будут лишены лицензии. Поэтому, скорее всего, для предприятий Крыма, несмотря на то, что они являются новыми предприятиями, мы будем прописывать отдельные лицензионные требования, не отдельные лицензионные требования, а отдельный переходный период. Это, наверное, единственное, что может сейчас как-то ситуацию изменить. Всего в Крыму насчитывается более 100, чуть более 100 виноградарско-винодельческих предприятий. Из этих предприятий около 30 – это предприятия, которые были национализированы Республикой Крым и городом федерального значения Севастополя. Среди них такие известные заводы, как «Массандра», «Новый свет» и другие. Сегодня проводится по поручению исполняющего обязанности главы правительства Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова огромная работа по инвентаризации всего государственного имущества виноградарско-винодельческого комплекса для того, чтобы понять, что же нам досталось в наследство, в каком оно состоянии и как эффективно это имущество на благо развития всей отрасли и республики можно использовать в будущем. Сегодня по поручению главы правительства готовится огромная работа, которая называется «Стратегия развития виноградарско-винодельческого комплекса Крыма на ближайшие 10-20 лет». И, безусловно, главным аспектом в которой являются посадки новых многолетних насаждений виноградников на территории Крыма. Конечно, мне бы очень хотелось выразить огромную надежду, что с учетом сложностей, которые возникают в переходный период, все-таки Крыму будет продлен переходный период для того, чтобы мы успели адаптироваться, не в ущерб предприятиям. Сегодня достаточно сложный для Крыма период, и у меня есть огромная просьба каждого поддержать Крым и экономику Крыма, покупая сегодня крымские вина. Продолжение следует...